Всем привет, друзья! Ну что, начинаем мы новый турнир и направимся мы прямиком в Изидбор. И снялся несколько матчей интересных, я выбрал для сегодняшнего разбора. Хочешь 9000 рублей? Как? У меня специальный промокод. Какой? Вот он, смотри. Пойдем в промокод, ты можешь получить до 9000 рублей на первый депозит. А где? Для этого перейди по ссылочке в комментарии в видео и зарегистрируйся с данным промокодом. Ммм, спасибо. И начну из противостояния между Кудерметовой и Бельчич. Да уж, тяжело, конечно, будет Белинзи психологически против такого поражения в финале над Кемин. Ведь там очень много было шансов у Белинды, чтобы взять титул. Она ей подавала на матч. Ну, в общем, все было в ее руках. Но она упустила эту победу. Я думаю, что сразу же отойти от этого поражения и прийти к новому турниру с таким же напалом, с таким же настроением хорошим. У нее вряд ли получится. И соперница не самая простая. Тоже молодая темисистка, которая играет достаточно активно, агрессивно. Неплохо мне понравились некоторые матчи, вероятно, на траве вот недавно. Поэтому я здесь считаю, что у Кудерметовой вполне есть неплохие шансы, как минимум, нарезать борьбу, а возможно, и выбрать этот матч. Поэтому на данной встрече интересны варианты фора плюс полтора сайта на Кудерметову, а также немного можно взять ее победу просто в матче. Далее у нас матч с Тосур Кенин. Ну, тут я хочу поздравить Софью с ее титулом. Молодец она, конечно, не сдалась, когда Ульштайна была, ну, в шаге от поражения. И все-таки сумела обыграть Берлину Бенчис, хотя та имела просто, как я уже сказал, прекрасный шанс на то, чтобы взять титул. Но вот благодаря своему характеру, упорству Софья смогла вытащить этот матч. Но я скажу, что ей будет непросто. Сразу же перестроиться психологически на новый турнир. Да, она вроде победительница, даже на подъеме. Но эмоция, я думаю, еще не успеет уложиться. Я думаю, она будет в такой эйфории находиться. А Стосур – опытная теннисистка. Да, уже не тот возраст у нее, чтобы навязать борьбу молодым и сильным теннисисткам. Но, я хочу сказать, что тут она вполне может побороться. А, возможно, даже играть на этот матч. Потому что все-таки ей будет, ну, психологически проще. Поэтому здесь я хочу рекомендовать фору плюс 1,5 раз это на Стосур, а также победу австралийской теннисистки Саманты Стосур. Третий матч, который я хочу рассмотреть, это матч между Возняцки и Клипкинс. Пока не понятно в какой форме сейчас будет. Каролина. Потому что, ну, во-первых, у нее были очень большие проблемы со здоровьем. Она пыталась как-то вот в многих турнирах сыграть. Но неоднократно она снималась с матча. Причем даже с самого начала матча снималась несколько раз. То есть, ну, тяжело как-то вот сейчас играть. Видно, это через боль она делала. Непонятно, в каком состоянии сейчас. Будем смотреть. Но, в любом случае, такой цветоигровой практики большой скажется на ее игре. Ну и плюс к тому, что она недавно вышла замуж. Поэтому, я думаю, она будет еще в таком эйфории такой от этого торжества. Так что я думаю, что стоит сдать от нее каких-то больших результатов сейчас. Она, скорее всего, приехала просто для того, чтобы хоть чуть-чуть пощупать травку перед Уимболденом. Может быть, конечно, она и выиграет. Но, честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. И тут также я рекомендую сыграть фору плюс полтора сета на Флипкинс. А также победу интересным Флипкинс в этом матче. Ну и бонусом еще хочу предложить один интересный матч, который я заметил. Это парное противостояние между парой Соболенко-Ястремская и Стосурджан. Да, мне удивительно, что Стосурджан тут ведут небольшими флоридсками. Хотя они уже опытная пара, сыгранная пара, сильная пара, которая брала и шлем. Ну, вообще, они здорово смотрятся вместе. Да, возможно, им будет так легко на траве играть против таких атакующих. Это, естественно, как Ястремская и Соболенко. Но все-таки белорусско-украинские игроки совершенно пока что не сыграны. Это будет их первый матч. Поэтому давайте почти на равных. Я считаю, это реально глупо. И тут, ну, однозначно, надо попробовать сыграть победу Стосурджан. Ну, вот такое было моё мнение на данной встрече, друзья. Всем я, как обычно, желаю удачи. И до встречи в новых выпусках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok